Забрала Элю из салона домашнего, сделали ей калифорнийское эмилирование и немножечко так лесенку, да? Вернитесь женщина моя. Ой, там Джефф Лай, по-моему. Ой, красиво. Освежели, постригли. У нас в пятницу первые танцы в школе. Да, вот мы собираемся, готовимся. Очень красиво. Ой, пойдем там Джефф. Я такой смешной, не могу. Та-та-туси, тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Я твой друг, и ты мой друг. Самый лучший друг. Пять месяцев ребенку. Недавно исполнилось. Эля, смотри. Видишь, у него лапа вот-вот сейчас и выскочит правая. Надо будет ему подтянуть. Мы совсем ему расслабили, поэтому он такой веселый и беззаботный. Делаем паузу для тех, кто... Так, посмотрите, посмотрите, вот. Все, вот. Поставлю фотографии, которые мама Кэнзли Кэсси, которая мне прислала. Она две фотографии твоих, как было и как стало. Ставлю сюда, вот. Сколько стоит? Та-дам! 150 долларов на эту длину волос. Вот так вот. И плюс 30, такая легкая стрижка. Обновление, скажем. 180 долларов и того. Хочу сказать, что милирование в салонах. Это мама Кэсси, это ее бизнес. Она, у нее лицензия. Она оборудовала дома кабинет и делает на дому. Да. И, в общем, она делает 150 долларов милирования вот на Элену длину. А в салонах... Дима просто в шоке был, когда узнал. Я говорю, ну, загугли. По салонам здесь вот у нас поблизости. Да и вообще от 220 долларов начинается. От 220. На Элену длину все 250. Так что вот так вот. Соня тоже хочет. Соня будет такая еще более яркая блондинка. Мы с ней договорились, что 90 долларов с ее зарплаты, 90 долларов с моей зарплаты. Элька, давай убирай его туда. Он что-то там нашел? Вкусное для себя, невкусное для нас. Так что вот. Это для него, не для меня. Ну да. Я же так и сказала. Вкусное для него, невкусное для нас. Ну, я имела эту собаку. Идемте там, побежали! Это Жанна! Бегите, бегите. В закат. Так, Эля собирается на свои первые танцы, танцы, танцы. Вот она же. Да. Красивая у нее там все оживили. Она просто сейчас едет. Папа отвезет ее к подруге, да, к Энзле. Они там все собираются, всей бандой. Да. То есть, вот там все вместе готовятся. У нас 5, сейчас 4.05. Там готовится. Эля, ты уже готова ей платье надеть и обувь. Ты сложила с собой конверсы? Мы сегодня купили ей белые конверсы. Они с девочками договорились. Тема висинки Гавайи. То есть, они все в красивых платьях и все в конверсах будут. Ну, соответственно, у каждого разные размеры, цвета. Кэнзи с ней не в блейзер, а я с Кэнзи в конверсах. Ага. Да. Только у нее черная, потому что ей под платье черная. Ой, белая. Хорошо. Красная. Так, что еще? Платье сложила. Пофотографируют. Мама Кэнзли, да? Да. Отправят тебе. И отправят мне, и я сюда вставлю, чтобы вы посмотрели, какая девчонка у нас будет. И нам на память. Потому что вот. Это там Джек. Этот Джек. Косточку сегодня мы купили, он ее поставит. В общем, вот. Все. Поехали. А, а после танцев, танцы с пяти до семи, после танцев они снова к Кэнзи едут. У нас вся ночевка будет. Ночевка, да. Девчонок. Четыре девчонки. Как там у нас было? Феечки Винкс. Кто не знает. Братс. Только братс знают, кстати. Братс, да, хорошо. Не знают. Все, хорошо. Удачи. Пока. С Богом. Пока. Здравствуйте, ребят. Друзья мои. Наши. Ваши. Наши, ваши. Соня приехала с работы, да? Я, папа меня забрал с работы. Мы приезжаем. Я иду сразу в дом. Мама говорит. Ты вообще ничего не заметила? Я смотрю в окошко, что ты идешь вперед, ничего не замечаешь, а папа за тобой идет и смеется. Да. Я захожу домой. Я говорю, а что? Глядываю. А там машина стоит. Я не заметила ночью, ребят. Ну что? Выхожу. Классная машина такая красная. Вообще и внутри. Она кирпичного цвета. Да, да. Но я не увидела там, типа. Вот захожу, вот там стою, папа то что-то говорит, 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 говорит. А потом говорит мне, что это моя машина. Представляете? Ну я сразу в слезы, как мама обычно тоже. А то у нас семейные. В общем, да, я уже поплакала. И вот мы решили снять вам минируем тур машину. Мы хотели снять сразу, но просто решили, что уже слезы Сони, слез Софии было достаточно на собаку. Подождите. А на машину решили не снимать. Да. Мы ходим, давай. Только я не заметила вот эту огромную машину, понимаете? Я иду, я иду и заметила. Смотри, как тут папина стоит. Я не подумала просто. Это оранжево-красное. Сейчас, папа, фонарь большой. Это кирпичного цвета. О, теперь видно. Кирпичного. Эля, ты что? А первая? Я первая, говорит. Давай, пойдем, будет. Давай, Пестан, Джор. В общем, это Ниссан. Да? Я в шоке. Это Ниссан. Ниссан, как я называю его, Ниссан Рагу. Чтобы вы понимали, я всю... Не всю жизнь, конечно, но... Пару лет я говорила, что я куплю свою первую машину сама. Свои деньги. И я вот прихожу, я так растрогалась вообще. Да вообще. Ну как так? Сядь. Дети не покупают тебе машину. Садись. 16 лет. Так, это Ниссан Рагу я называю его. All-wheel drive. В общем, это Рагу. Дима, у тебя телефон с собой? Ну посвете фонарик, давай включи. Да. Вот. Цвет, да, поближе, чтобы было видно. Она не красная, она такая терракотовая. Это CD-плеер. Соня, убери. CD-плеер. CD-плеер. Соня, везде есть CD-плеер. Давай сбоку. Закрой дверь. Да, она такая терракотовая, кирпичная такой. Цвет кирпичный цвет, кирпичный цвет, кирпичный. Засву я еще сниму. Молодежь сниму. Все. Куда едем? Куда едем? Мама, мама, так мне так было. Уже расселись уже. Класси. Пристегнутся, что это? Эля сразу говорит, ой, сейчас надо это, 300 этих. Пристегнутся, потому что я за рулем. О, классно. Эля, не надо. Так, какого года? 2011 года. 2011 год, да. Серьезно? 123 тысячи пробега здесь. Тут CD. У меня тоже есть CD. Я не знала. На 5 дисков у меня. Я не обращала внимания, потому что... Потому что мой чей телефон слушает. Я недавно же, это, CD начала собирать. Потому что мне подарили на движении вот такой CD. Да, да, да. Да, и у меня сейчас много. Ну, сзади место много. Машина! Машина! Складываются все. Да, как у меня получается. Очень классная машинка. Такой, как это, кроссовер называется, да? Кроссовер. Вот, Always Drive. Полноприводная, потому что в Colorado других машин не должно быть. Здесь пропылесосить надо. Да, чуть-чуть. Здесь вы маленькие подажнички. Все чистенько. Мне нравится, что все чистенько. Там запасочка. Все очень чистенько. Все хорошо, аккуратненько. Буквально пылесосиком пройти. Сидения все складываются. Соня, все чисто, все замечательно здесь. Сидения складываются, да. Ну, подождите, я сейчас тут еще... Иди сюда. Я тебе подачок покажу. Идем, идем. Идем, идем. Иди справа. Купили ребенку машину. Хороший, мне нравится, красивый. Смотри. Давай. Он реально очень глубокий. Ну, там есть, да, регистрация. Регистрация сейчас. В понедельник номера, да, получит папа. Страховка уже есть. Уже сегодня сделали страховку. Да, уже есть страховка, да. На кого? На тебя. Ну, страховка на машину. Все есть. Дай посмотри. Смотри, как красиво. Соня, лучше страховка для тебя. Как красиво. Да, так, трогай. Все спокойно. Посмотри, здесь прям как в самолете. Посмотри, видишь коробку передач? Или только не видите. Я знаю, это поркинг. Поркинг. Паркинг. Класс, как класс. Ну, здорово. Сколько стоит? 5. 5. Соня, угадала? Я ей говорил. А, ты ей говорил? Да, да. Спасибо. Прекрасная цена. Соня уже заглушила. Соня умеет. Да. Все, все, все. Ключи только взяла? Да. Сейчас я фары выключу. Машину, да. Но фары забыла. Ты свет забыла. Я же сделаю. Соня, свет. Сейчас она найдет. Найдешь сама где? Погоди. Я вновь, я вновь, я вновь. Еще раз. Парк, свет. Все. Свет сам потухнет, Эля. Ладно. Покажите, что двери. Молодец. Сама разобралась, нашла. Папа, включай фодарик. Большой. Не, он реально, Дима, больше, чем у меня в Акуре. Он больше, да. Классно. Папа, покажи нам еще ей маленькие. Ай, вот эти штуки, как же я открою? Соня, маленький такой, смотри. Смотри, видишь, такой маленький? А это для чего? А второй, там даже и запаска. Ага. Здесь все, что хочешь. Ну, допустим, купил это яйца, положил. Яйца сюда, чтобы они не разлетелись по багажнику. Колеса новые у тебя стоят. Как это называется эта штука? Дзинь, дзинь. Это провода прикуривать. Задние сиденья, подожди. Эля, осторожно. Присядьте, да, обе. Обе, садитесь, попробуйте. Места много. Соня, не свети мне сюда, пожалуйста, фонарем. Как тут это, мягкие сиденья? Ты сядь, пожалуйста. Нормально, попой сядь. Сейчас, секунду. Сколько там тебе? Ну, тут место вообще. До коленочек, полметра. Я поднялась, потому что я вот так езжу. Как классно. Какой цвет, куча лук вписи. Ну что, Соня? Я в шоке. Шоке, так сказать? Ничего не сказать, а? Вообще. Машина? Я вообще не ожидала, просто вообще. В смысле. Мы разговали с папой. Он говорит, да, много дел сегодня было. Я как не поспала опять. Я все, я ничего больше не думала, что он делал. А потом прихожу. Машина стоит. Красная, но она какая. Расплакалась вообще, тут ревела, стояла. Собака. Собака. Как ему будем пакать от счастья? Конечно. Как ему бы не замечали. Сначала не замечали. Собака. Собаке жалко. Моя собака. Осторожно, Илья. Собака. Ди наша собака. Ди мамина собака. Папина, Сонина и Ильина. Вся наша собака. Вся наша такая. Вчера было темно. Пока Соня на работе. Покажем вам машинку. Моя машинка. Сонина машинка. Семейная машинка. И Димина машинка. Ну что так? Ну, а как? Хочешь, чтобы я открывала? Ну да, я хотела внутри показать. Что она большая. Ну, она семейная, можно сказать, да. Я бы даже сказал, вполне достаточно для семьи и четырех человек. Ну вот смотри, вот ты сидишь, да, сейчас? Вот комфортно, как ты обычно водишь, да? Да, абсолютно. Это я на самый верх поднял себя еще. Сейчас я вот опущусь даже. Ну, до обычного уровня, вот. И сзади я точно так же спокойно сижу, комфортно. Ну вот ты сейчас выйди, не трогай сиденье. Выйди и садись назад. Хорошо. Ну, выйди, говорю, и сядь назад. Давай, спереди покажем, чтобы я уже не возвращался. А, ну... Чего ходить, не знаю, присаживайся. Или покажем. Давай, Женя. Что у нас имеется? Бардачок, здесь скрепление, там всякие бумажки, документы, страховки, автомобильные документы, все-все-все. На машинку, да? Здесь большой бардачок, на две бутылочки. Ну, здесь у нас велюр получается, да? Да, велюровый салон, да. Я его слегка почистил. Так что сейчас уже вообще... Ну, чистенько, все хорошо. Хорошо, все здесь прокатились. Все хорошо, чистенько. Так, тут у тебя подлокотничек есть, да? Подлокотничек, здесь ниша для хранения, здесь на зарядке для телефонов, да, фонарики, там, ручки. Автомат, естественно, коробочка? Конечно, да. Вот так вот здесь все происходит. Обдувы, дефлекторы они, звук, раз, два, три, четыре, пять, шесть колонки, в дверях еще две. Прикуриватель для зарядок, кондиционер, климата здесь нету, контроля, я имею в виду, просто холоднее, теплее делаешь. Вентилятор, магнитола, обычная магнитола, AUX, iPod, CD. Ну, есть, расход, хотел сказать, что расход в этой машине 33 мили на галлон. Вот что радует меня. Я сейчас сам даже на работу на ней еду, вот Вероника не даст врать. Здесь ниша для хранения очков, подсветка пассажира-водителя. Ну, все как обычно, с зеркалами, да, все как надо, да, здесь вот. То есть, ничего такое сверхъестественного? Ничего, да, обычный подогрев зеркал, подогрев заднего стекла, все стандартное. На руле что есть? А, полный привод, самое главное, что в колорадах, у нас на всех машинах всегда полный привод. Есть тут блокировка полного привода, также... Ну, с другой стороны, наверное, покажем, да? ESP, да, ну, здесь просто кнопочки, здесь так, нет. Хорошо. ESP и полный привод, вот и все. Основные системы. Чувствуется очень хорошо зимой, когда полный привод, когда не полный. Что на руле есть? На руле только круиз-контроль, все. Он-off заблокируется, все. Дополнительно можно там доставлять все, что угодно, естественно. Люка нет, да и не нужно. Абсолютно. Так, покажем сейчас сзади. Вот я сидел метр... Ну, ты всегда разве так ездишь? Метр девяносто три, да. Ты можешь? 86. Сядь, сделай, как ты обычно ездишь. Ну, вот... Кресло, вот так ты ездишь, да? Ты так ездишь, да? Да, только чуть-чуть повыше я здесь сидел. Ну, так сделай, как ты ездишь. Потому что даже мне здесь низковато было. То есть здесь рассчитано... 2,15 здесь спокойно сядет, даже не будет упираться головой. Да, высоко. Вот я, 186. Это я поднял почти на самый верх. Почти до максимума вверх. Ну, еще вон. Ну, еще можно, да, подкачать там до 170, так скажем, для роста 170. Ну, все, вот. Теперь выходи и покажи, как вы вот сзади, чтобы ты сел. Здесь у нас Соня, вообще, это Соня постоянно, если с папой ездит, она вот тут ездит, как на стульчике, постоянно. Вот я сел сзади. Здесь на три ремня рассчитаны, как обычно. Вот у меня коленки. Вот я сел полностью, спокойно откинувшись. Еще по 3 сантиметра остается. Лучше даже, чем в самолете. Да, тут вообще шикарно, да. Это я там уже откинулся полностью. Здесь крючок обычный для хранения, для бутылочки, как обычно. Ну, это из багажника. Покажу тоже велюр, все здесь. Ничего, никаких спецэффектов нету. Телевизоров там, свой свет, просто и все здесь. Ну, так хорошо. Мне нравится, что нету такого здорового, здорового этой гаргарины. Ничего лишнего, вообще. Здесь, международно. Перехода нет. Для перехода нет. Сидеть удобно, высоко. Как я и говорил, здесь у меня расстояние, вот я с своим ростом, 2 метра спокойно здесь сяду. То есть, реально семейная машина. Да, и, я говорю, по росту 2 метровый спокойно сядет, даже не будет рядышком еще в потолок. Да, и в то же время и колени не будут у него прям упираться. Два таких, как я, спокойно сядут. Втроем придется немножко потесниться, но тоже сядут. Но колени не будут упираться. Да, плечами втроем, может быть, и потрутся. Но в плане детей, втроем здесь даже шикарно будет, широко и комфортно. И давай багажник. А я отсюда сейчас покажу. Вот, вы стоите здесь. Хорошо. Сейчас мы откроем багажник. Самая удобная вещь, ну, как во всех машинах, что здесь в пол складываются сидения. Сейчас, с той стороны. Давай. Вот мы их складываем. Получается, у нас ровная поверхность нервники и бордюров. Вот отсюда можно показать на расстоянии. Получается, два с лишним метра вперед у нас. Здесь не то, что холодильник можно, здесь сторожи можно разбирать на этой машине. Слушай, она, мне кажется, больше, чем моя Акру, что ли? По простору, может быть, даже чуть больше. По простору, именно в ширину, да, больше. Чуть меньше, побольше, скорее всего. Мне кажется, тоже. Потому что у тебя сиденья такие сделаны под спортивной стороны. Да, да, да. Так, здесь у нас коврик лежит. Под ковриком обычное стандартное меню. Что у нас здесь? Здесь у нас еще одна ниша для хранения. Просто покажу уже. Залоченный здесь. Запаска? Да, здесь есть еще такие вот кармашки. Здесь это крюк для буксировки находится. Видно, сразу же ни разу не пользовались. Отлично. Залочим, как было. Все под заводском, так скажем, хорошо. Домкрат, ключ, вот, вообще. Все набьет. Запаска. И еще в комплекте здесь идут провода для прикуривания аккумулятора, так сказать. Здесь, так скажем, можно возить. Сейчас сложу сиденье просто по кругу и багажник. Да, чтобы было понятно объем. Да? Да. Все аккуратненько. Сделать надо было все. Вообще отлично. Да, и вот здесь, я говорю, что продуктов на семью из четырех человек. Нет, так я просто ниже сейчас. Ты можешь спокойно туда сейчас прилечь. Не считай. Спокойно, да. Я не считаю, что здесь еще есть. Для мелочухи всякой. Большой? Ну, багажник, да, как у меня. Полностью можно загрузить все, что ты хочешь. Продуктовый набор на семью на две недели даже можно. Угу. Хорошая машина. Какого года? 2011 год, 120 тысяч пробега на ней, 120 тысяч миль. И... По регламенту в этой коробке передач в автомате надо менять каждые 60 тысяч масла. 60 тысяч миль. И так как 120 тысяч пробег, я решил, что перестрахуюсь. Приехал. Он сказал, что масло чистое. Возможно, меняли уже. Ну, недавно. Угу. Пинается. Новая зимняя резина. Да, новая зимняя резина стоит. Ну, как мы пользуемся, как всесезонно здесь в Америке. Закончится это, другую кухню. Менять я не хочу. Лето-зиму ставить. Будет соня, если шумновато, если она почувствует, когда она уже будет ездить, то поставим лето. Есть мелкие нюансы, которые не влияют ни на скоростные качества. А, ну, ну, вот это хорошо. Вот здесь вот. Вмятинка там. Это все регулируется, шлифуется, шпаклюется. Ерунда совершенная. Да, вот красивая большая машинка. Вот моя. Вот эта. И Сонина. И вот Димина. То есть это у нас самое экономичное. И Дима сейчас на работу на ней ездит. Она и разгоняется шустрее, естественно, масса в ней в два раза легче. Конечно. И расход в два раза меньше. Тут как бы в Америке на расход особо не смотришь, но просто сменить даже почувствует какую-то разницу. Так что вот у Сони такая машина. Так что у Sони такая машина. Этот мясник. Редактор субтитров А.Семкин